В соответствии с постановлением Совета Министров номер 913, с 10 декабря 2015 года по 10 января 2016 в Беларуси пройдет благотворительная новогодняя акция «Наши дети». В акции примут участие руководители как республиканских, так и местных органов власти. Они посетят опекунские и приемные семьи, детские дома семейного типа, семьи, воспитывающие инвалидов, а также центры реабилитации, детские больницы. По традиции детей поздравят с Рождеством и Новым годом, передадут подарки, помогут решить существующие проблемы. Из сообщения пресс-службы Совета Министров Республики Беларусь. На благотворительной елке в Гомельском театре кукол родители приглашенных детей как настоящие фотокорреспонденты и телеоператоры. Если уж не на фотоаппарат или кинокамеру, то на сотовый телефон фиксируется буквально каждое мгновение. Теперь акция «Наши дети» для них станет еще и семейной историей, вспоминать о которой будут не один год. В эти дни благотворительные елки проходят по всей Гомельской области. «Подарите детям добро». В новогодние и рождественские дни эти слова можно считать самым главным девизом в Беларуси. Добра не бывает много. И очень приятно, что исполняются детские мечты. И в преддверии Нового года мне хочется очень пожелать, чтобы добрый Дедушка Мороз исполнил все детские мечты. Ну и под бой курантов мы тоже взрослые, все загадываем желания. Пусть они обязательно исполнятся. Мечты взрослых в первую очередь тоже о детях. Своих, родных или приемных, которые часто тоже становятся родными. В доме семейного типа Елена и Виктора Комаренко из Хойник сегодня проживают 8 несовершеннолетних. Карина Пинчук, она была в приемной семье. Ну и там что-то не получилось у родителей дальше смотреть этого ребенка. Ну и, естественно, отдали наше СПЦ. Ну и как бы девочка волновалась и переживала, что будет новая мама или будет она вообще у нее. И как бы всегда ждала в приюте, что придет мама. Но приемный родитель не смог ее забрать и позвонили нам. Ну и мне сказали, что как бы переживает, что боится. И я, чтобы было ей веселей и быстрее с нами познакомиться, я взяла всех своих детей из дома и поехали в приют. Она увидела, что нас много и захотела к нам. И с первого дня тоже мама зовет. И Лерка с Вероникой все-все дети зовут мамой. Пошли с первого дня. Пожалуй, главное увлечение в этом доме семейного типа – бисероплетение. Даже мужчин к этому занятию приобщили. Папу Виктора и с 10-летнего Ваню. За столом можно обсудить все текущие дела и наметить планы. Сегодня они о праздновании Нового года и Рождества. А еще нужно подготовиться к приему гостей. Представители Беларусьбанка, например. За средство которого построен этот дом семейного типа. Причем банковские работники приходят сюда не только при проведении акций «Наши дети». Они здесь и шефы, и лучшие друзья одновременно. Тем более, что атмосфера здесь действительно семейная. Анастасия, Карина, Валерия, Вероника, Яна, Ангелина, Ольга – это мамины помощницы по дому. Ваня, который в будущем обязательно станет уважаемым в обществе Иваном Александровичем, главный помощник по хозяйству. Хотя все эти перепелки, куры, индюки, гуси и очень своенравная коза больше напоминают частный сельский зоопарк, в котором, в отличие от зоопарка настоящего, свободное общение детей с животными никто не ограничивает. Для детей это одновременно и радость, и приобщение к природе, и воспитательный момент. А вот биологические родители в этом доме, к сожалению, практически не бывают, хотя и живут в одном городе, за редким исключением. Одну девочку папа восстановился в правах. Была у нас еще девочка Вика, ее мама восстановилась в правах, забрала девочку. Мы очень рады, мы дружим с мамой, мы общаемся, мы перезваниваемся в хороших отношениях. Тоже у нас здесь в городе. Ну а все остальные, вот сегодняшние мои дети в семье, они, во всех есть родители. Ну, дети остались без, как говорится, без родительской внимания. Ну и вот такой вот долг, наверное, наш с мужем, их растить и выпустить, чтобы они в жизни были людьми. Особое внимание во время акции «Наши дети» молодым инвалидам. В Гомельской области их около 600 человек. Проводимый в рамках акции «Наши дети» областной благотворительный проект «От чистого сердца-2» продолжение аналогичного проекта, реализованного в прошлом году. Правда, тогда подарки и необходимые в быту вещи собирали для малообеспеченных и многодетных семей, а также беженцев из Луганской и Донецкой областей. Сейчас в центре внимания другая категория. Сказать нельзя, что они обделены вниманием со стороны государства, но они обделены со стороны обычных людей. И подарить частичку сердца, внимание этой категории, оно крайне необходимо. Нужно индивидуальное общение с каждым ребенком, с каждым человеком молодым. Безусловно, мы перенимаем опыт наших иностранных коллег. Они приезжают рассказывать, что это безбарьерная среда, это общение со здоровыми людьми, это, наоборот, общение тех людей, которые оказались даже вот в интернатах. Они хотят общаться с теми людьми, которые живут в семьях, с теми же детьми, с теми же общественными объединениями. Для них это огромная радость. В этом году областной благотворительный проект «От чистого сердца» проходит под патронажем областного исполнительного комитета. Среди организаторов также телерадиокомпания «Гомель», областная организация «Красного креста» и гомельская епархия Белорусской православной церкви. Практическая реализация проекта началась с экскурсии в картинную галерею Гавриила Ващенко, воспитанников дома-интерната «Васильевка». Потом они признаются, для многих увиденное – настоящее открытие. Особенно сильное впечатление от картин светлогорской художницы Любови Руснак. У тяжело больной женщины не работают руки и ноги, а поэтому кисточку она держит ртом. В каком-то розе это тоже подарок. На конкретном примере убедиться, что инвалидность – не приговор. Больные руки, но она еще и рисует. Ему удается ртом рисовать, кистью. И вообще, я вот стою, и мне прямо, не знаю, мне на все такое чувство. Где-то я не там, не на своем месте. Где-то даже легче мне, душой даже легче. Миротворческие елки – еще один проект, реализуемый в Гомельской области в рамках акции «Наши дети». На этот раз в Несимковичскую базовую школу Чечерского района приехали школьники из шести районов нашего региона, а также Красногорского района России и Краславского края Латвийской республики. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, дорогие взрослые! С Новым годом поздравляем! Счастья всей душой желаем! Чтоб прожить вам этот год без печали и забот. Чтоб с успехом вы трудились. А на праздник веселились. И удачи вам в делах! И улыбок на устах! Всех обнял бы вас сегодня! Да не хватит рук моих! Славной елке новогодней мы зовем друзей своих! Сотрудники министерств и ведомств, бизнесмены и банкиры, директора предприятий и организаций. Подарить радость детям в эти дни для всех больше, чем просто дело чести. В экономическом плане 2015-й был не самым легким. Однако это не значит, что праздник должен быть хуже прошлогоднего. И спонсорская помощь, и помощь районного. Из полкома мы приняли все усилия, чтобы провести праздник, чтобы он не отличался от прошлых лет. И на достойном уровне встретить наших гостей, которые сегодня, видите, приехали на эту международную елку уже девятый год. И из Краславы, Латвия, и соседи нашей Красная гора, Российская Федерация, ну и наши соседи, которые с Ветки, с Будокошелева, с Рогачева. Миротворческие елки в Гомельской области проходят уже в десятый раз. Причем девять раз их принимал Чечерский район. Официальная часть каждого праздника рассчитана примерно на два часа. Однако неформальное общение длится намного дольше. Вроде и век интернета, и с современными информационными технологиями многие школьники на «ты». Однако живое общение ничем не заменить. Главная наша цель – не только, чтобы дети около елки повеселились, мы им уручили подарки, но главная наша цель – чтобы дружба между детьми была. Прежде всего, это миротворческая работа, потому что сегодня в мире несколько неспокойно, так вот именно через детей мы будем укреплять и расширять дружбу. Во время проведения благотворительной елки белорусы знакомят российских и латвийских друзей со своей культурой и традициями. В Краевическом музее Несимковической школы – вещи, которыми когда-то пользовались предки современных молодых сельчан. Представители Красногорского района Брянской области говорят, что некоторые из экспонатов видели и у себя на родине. До границы с Российской Федерацией от Несимкович всего около 40 километров. А поэтому у соседей действительно много общего. Россияне и на акцию «Наши дети» приехали в первую очередь как на встречу со своими друзьями. Кстати, в составе российской делегации главным образом – дети из малообеспеченных и многодетных семей. Во всяком случае, на день точно забываешь о всех проблемах. И заряжаешься вот этой вот теплом, вот этой любовью, вот этой вот желанием дружить и сделать другого человека счастливым. Не только дать качественное образование, но и сделать детей счастливее. Сегодня, пожалуй, одна из приоритетных задач учреждения образования. Нуждаются в особом внимании, конечно, не все. Однако о так называемых проблемных семьях в дни проведения акции «Наши дети» вспоминают едва ли не на каждом празднике. Как, впрочем, и в кулуарах, где специалисты успевают поделиться своими наработками. Я вижу каждого ребенка, как он приходит, в чем приходит, в чем одет, какое настроение. Все это видно по ребенку. Если ребенок там такой сонный, если не сделал уроки или что, мы сразу во внимание. Каждый учитель меня предупреждает. Например, сегодня у Вани не было тетради, не было того. Но мы сразу посещаем семью, узнаем. Ну, как мы посещаем. Если семья, если видим, что родители пьют, то начинаем с нашими работами. Совет профилактики. Ставим на внутрешкольный учет их. Приглашаем на совет профилактики. Потом, если не помогает, мы работаем тесно с предприятиями. Если это не помогает, в социально опасном положении оставим детей. Но работаем вместе с предприятиями. В Великобрской средней школе Хоингского района о декрете номер 18 и правах детей знает каждый школьник. Причем не только теоретически. Сегодня здесь учатся пять подростков из двух живущих в деревне приемных семей. Учителя признаются, вначале к таким детям действительно нужно повышенное внимание. Однако при соответствующей работе они достаточно быстро адаптируются в коллективе и ничем не отличаются от остальных. И в учебе не отстают, и в общественной жизни активны. Внимание, конечно, им уделяется побольше, потому что дети приходят новенькие, все для них новое, они должны адаптироваться в нашем коллективе. Сначала дети знакомятся, хорошо к ним относятся, взаимоотношения хорошие, проходит время, и как будто эти дети уже давно у нас в коллективе. Сегодня в Гомельской области в опекунских и приемных семьях, а также детских домах семейного типа воспитывается более 80% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Хотя говорить об окончательном решении вопроса пока рано. Дети, нуждающиеся в государственной защите, выявляются ежегодно, хотя в целом их количество снижается. Если в 2013-м без попечения родителей на Гомельщине остался 551 ребенок, то в прошлом году 463. С газетой работаем, даем информацию в газету, чтобы как-то так читало население. Проводим акции в школах совместно с этими семьями, которые уже имеют детей. Пропагандируем в школах, рассказываем, что, конечно, дети эти не должны обделены быть вниманием, что они должны иметь семью. Проводим мероприятия, приглашаем туда из предприятий, приглашаем семьи, которые к нам обращаются. У нас есть такие семьи, что сами обращаются. Ну и вот банк данных составляем, формируем. И когда встает вопрос о том, что надо детей устраивать в семью, мы вот с этими семьями тогда и работаем, которые у нас находятся в банке данных. 16-летний Андрей и 12-летний Артем родными братьями не являются. Однако после школы домой идут вместе. Они воспитанники приемной семьи Татьяны Демиденко. Всеми своими приемными детьми женщина гордится и всегда готова принять их в своем доме. Правда, некоторые из них сегодня уже далеко. Илья учится в Могилевском институте Министерства внутренних дел. Света на врача в Италии. Врачом, кстати, хочет стать и Андрей. Татьяна Демиденко не сомневается, у него, как и у других, все получится. И вспоминает, как забирала 7-летнего мальчика из тогда еще существовавшего реческого дома-интерната. Поглядела, как Андрей к нам отнесся, и он сразу прибег к нам, обнял нас. Ну, это было просто жалко. А Андрей общается с сестрами, у Андрея три сестры, и что мы к ним ездим. Старша работает учительницей в Речице. Немецкий пропадает. А средняя Кристина учится за продавца. А Тома, младшая, ходит, и еще мы класс в Речице. Тоже в приемной семье находятся, в Речице. Мы с ними общаемся. В доме Татьяны Демиденко вдоль всей стены медали, завоеванные на различных соревнованиях. Грамоты, дипломы и похвальные листы ее приемных детей. За трудолюбие, отзывчивость, коммуникабельность и хорошее поведение. По словам психологов, если ребенку из трудной семьи на практике показать другую модель поведения, в 80% случаев он будет стремиться продемонстрировать свои лучшие качества. И наоборот, дети, растущие в неблагополучных семьях, в большинстве своем копируют негативное поведение родителей. Семья – это колыбель, в которой воспитывается ребенок. И попадая в приемные семьи, дети, уже познавшие горести, познавшие неблагополучие, начинают совершенно по-другому относиться к жизни, ценить. Они видели, к чему может привести пьянство, неблагополучие, и не хотят возвращаться к этому. И, конечно же, в такой ситуации они начинают и хорошо учиться, стремятся чего-то добиться. Самое главное, чтобы перед детьми был идеал подражания. В лицее при Гомельском инженерном институте МЧС дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, составляют большинство. Правда, в их будущем никто из взрослых уже не сомневается. Акцию «Наши дети» в лицее провели в форме творческого конкурса. Бал в стиле 19 века, мини-спектакль в спальных корпусах и смотр на лучшие украшения учебных помещений. Несмотря на то, что среди воспитанников только мальчики, в бытовых вопросах они себя чувствуют явно не хуже, чем на плацу. Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь учащимися явно гордится. Молодые и перспективные. То они все-таки не только обучаются, но и имеют возможность развиваться всесторонне. Ну, а надежда, в первую очередь, то, что сегодня выполняется, главная задача посредственного государства, это забота о детях. И вы видите, какие интересные ребята, большинство из них, к сожалению, это сироты, которые по разным причинам остались без внимания родительского. С малобежной семьей вот государство поставило свое плечо и создает условия для их развития, для обучения. Высококачественно мы судно отмечаем, что практически более 90% поступает в высшее учебное заведение. Акция «Наши дети» продолжится до 10 января 2016 года. Однако на Гомельщине к кульминации праздничных мероприятий можно считать так называемую губернаторскую елку. Место ее проведения и на этот раз осталось традиционным – гомельский цирк. Именно здесь собрались победители международных и республиканских творческих конкурсов, спортивных соревнований, дети-инвалиды, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты – всего почти полторы тысячи человек. Кроме сказочного представления в программе «Разнообразные викторины», игровые программы, а также традиционный подарок от гомельских кондитеров – большой праздничный торт. В нашем государстве давно уже существует традиция, когда у канун Нового года все руководство идет к детям. Но не только идет из-за того, что это традиция, из-за того, что это самое дорогое, что у нас сегодня есть. Это наше будущее. Поэтому, конечно, хочется прийти, побыть на этом празднике, пожелать детям здоровья, благополучия, чтобы их было только светлое будущее, ну и традиционно подарить подарки, то, что они сегодня ждут. Поэтому мы стараемся сегодня попасть в каждую семью, там, где нужна наша забота и наши подарки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok